МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Россия Вести я, Николай Долгачёв. И главная тема этого выпуска. Генеральная репетиция парада на земле, в небе и на море. В эти минуты в разных городах идут приготовления к параду Победы. Прямые включения с места событий. Акция «Бессмертный полк». К ней подключаются все новые города. Сейчас тысячи людей с фотографиями своих родных ветеранов идут по улицам Махачкалы. Армату еще не видели, так близко. Наш корреспондент о самом современном танке. Тактические характеристики хранятся в секрете. В нескольких городах России сегодня генеральная репетиция парада Победы. Подготовка к празднику самая интенсивная на земле, в небе и на море. В эти минуты сразу в нескольких ключевых точках работают наши корреспонденты. В Москве Полина Ермолаева, в Севастополе, в центре военно-морской базы Ольга Армякова. К прямому включению в Подмосковье на аэродроме Кубинка готовится Дмитрий Петров. А из Североморска с нами свяжется Николай Васильев. Они наблюдают за ходом генеральной репетиции. И сначала Москва, где парад Победы будет самым масштабным за всю новейшую историю России. Генеральная репетиция уже началась. Боевые расчеты занимают свои места. Полина Ермолаева находится на Красной площади. Здравствуй, Полина. Что там происходит сейчас? Да, Николай, добрый день. И зашкаливают не только децибелы, но и эмоции. Потому что мы сейчас по брусчатке Красной площади проходят колонны военные в Северске. Мы уже видели премьеру этого парада. Парада новейшие танки «Армата». Сразу 12, чуть 90-минтонных машин. Это, конечно, колоссальное зрелище. Техника рано утром вышла с Хадынской площади. Прошла по трех сгон. И это тот самый момент, когда до брони, кажется, можно дотянуться рукой. В общем, наверное, даже слов не нужно. Вы просто можете любоваться этой красотой и мощью российского вооружения. Сегодня генеральная репетиция парада. Это значит, что все проходит точно так, как будет 9 мая. При полных трибунах, на которых, конечно, самые дорогие гости парада – это ветераны. И они, конечно, не скрывают эмоций. Сейчас все замерли в ожидании авиационной части парада. Это будет тоже не менее зрелищная часть парада. Но все еще, как мы видим, по Красной площади идет тяжелая техника. Немного расскажу о премьерах этого парада. Кроме танка «Армата», это будет и новейшая самоходная арт-установка «Коалиция СВ». Дальность стрельбы, которая 70 км. И новейшая бронемашина «Бумеран». Ну и, конечно, комплексы «Искандеры Бук», которые уже давно стоят на вооружении нашей армии. И всего по брусчатке Красной площади пройдут 200 образцов военной техники. Но то, что мы уже видели сегодня – это пешие колонны военных. 16,5 тысяч человек. Они чеканили шаг по брусчатке Красной площади со скоростью 120 шагов в минуту. В этом году в парадном строю и расчеты иностранных военных от Сербии до Армении, от Индии до Монголии также была и историческая часть парада. Это были военные в форме времен Великой Отечественной. Ну и это раскатистая «Ура» от огромного количества военных, от бешеных колонн. Конечно, было слышно, как трех моторов сейчас далеко за пределами Красной площади. Давайте просто посмотрим, как это было. ВООДУШЬ ВООДУШЬ Продолжение следует... 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 И до сих пор здесь в городе царит непередаваемая праздничная атмосфера. Тысячи людей наблюдали сегодня за этим уникальным представлением. Все дело в том, что в Севастополе 9 мая будет сразу три части парада. Морская парада, сухопутная, сухопутная. И вот сегодня впервые можно было увидеть общую картину. Началась репетиция парада с военно-морской части. Ведь представить 9 мая в городе русских моряков без участия кораблей Черноморского флота просто невозможно. На внутреннем рейде Севастополя в парадном строю 10 боевых кораблей Черноморского флота. Их обошел командующий на катере, приветствуя экипажа. Уже дальше парад продолжился в небе над Севастопольской бухтой. Порядка 26 боевых машин. Это истребители самолета и вертолеты поднялись в небо над Севастополем. За штурвалом только первоклассные летчики. Они показали свое мастерство. Это была самая зрелищная часть парада. Ну а дальше основное действие переместилось в центр города. По главной улице Севастополя Чеканя-Шаг прошли войска севастопольского гарнизона. Также участие в сухопутной части парада принимала военная техника. Это все те образцы, которые стоят здесь на вооружении в Крыму. Надо сказать, что 9 мая для Севастополя это, конечно, особенный праздник. Все дело в том, что это не только день победы. 70-летие годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков всей страны. Но и годовщина освобождения города 71-й. Поэтому здесь к этому торжеству готовятся так особенно, так тщательно. И в городе действительно уже витает дух победы. Все севастопольцы с нетерпением ждут этого праздника. Приезжают в город тысячи туристов, чтобы увидеть этот уникальный парад. Николай. Ольга, спасибо. Одновременно с включением из Крыма мы получаем прямую связь из Москвы. Видим, как самолеты пролетают над Красной площадью. А на прямой связи из Севастополя была наш корреспондент Ольга Армякова. В Махачкале проходит спецоперация. Несколько улиц перекрыто. Ищут подозреваемых в тяжком преступлении. Но даже это не помешало подготовке к празднику. Сейчас в центре города проходит акция «Бессмертный полк». Несколько тысяч человек с портретами своих родных участников войны собрались в столице республики. В колоннах и ветераны. В Махачкале наш корреспондент Саркар Магомедов наблюдает за происходящим. Саркар, добрый день. Что происходит у вас? Здравствуйте, коллеги. Я позволю себе предположить, что здесь сегодня будут участвовать люди почти со всего Дагестана. Но во всяком случае, я уже видел плакаты, транспаранты с названиями различных районов. Причем высокогорных. И это не только молодежь. Это представители разных профессий, разных общественных организаций. О чем можно судить по большому количеству флагов. Настроение людей хорошее. Это самое главное. Что касается места проведения, площадь Махачкалы была оцеплена заранее. В городе усилены меры безопасности. В центре Махачкалы дежурят десятки отрядов полиции. Это примерно 700 сотрудников республиканского МВД. Дежурят бригады скорой помощи. Конечно, эти меры обусловлены прежде всего массовостью происходящего. Что касается самой акции, она называется «Парад наследников Победы» и проходит в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк» в памяти о героях Великой Отечественной войны, которые с полей сражений не вернулись. Организаторы нам сообщили, что с каждым годом в акции принимают все большее количество людей. Если два года назад принимало участие 4 тысячи человек, а год назад 5 тысяч человек, то сегодня они ждут не менее 7 тысяч человек. Это при том, что это официальные данные. Вход сюда абсолютно свободный, поэтому людей, скорее всего, будет гораздо больше. Потомки героев Великой Отечественной войны пройдут отсюда пешим ходом от площади Махачкалы к парку Ленинского комсомола. Там возложатся цветы у Вечного огня. В принципе, на этом акция закончится. После этого будет организована полевая кухня. Организаторы сказали, что, конечно, ресторанных изысков не будет. Все будет так же, как и было в военные годы, но будет очень вкусно. Мы, ваши покорные слуги, тоже попробуем это. Так что, пока все хорошо, все идет по плану. У меня все, коллеги. Саркар, спасибо вам большое. Из центра Махачкалы Саркар Магомедов. Сегодня весь мир обсуждает итоги встречи в Минске. Контактная группа по Украине прошла накануне. Как уже заявили в российском медиа, результаты переговоров дают надежду на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом говорят и в народных республиках. По словам представителей ДНР Дениса Пушилина, накануне была достигнута договоренность по работе под группы. Каждая из них определила направление деятельности, стороны конфликта. Впервые приступили к обсуждению того, как будет восстанавливаться финансово-экономическая инфраструктура Донбасса и как будут проходить местные выборы. Две культуры, две цивилизации. Что объединяет Россию и Китай? И почему так причудливо в отношениях двух стран переплелись Восток и Запад? Завтра на нашем канале премьера фильма Алексея Денисова «Россия и Китай. Сердце Евразии». Общая победа в войне, внезапное охлаждение отношений во второй половине прошлого века и дружба, которая всегда соединяла народы-соседи. Первые кадры новой картины увидела Анастасия Саховская. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это нельзя ни перечеркнуть, ни переписать. Живые свидетели событий, которые поставили победную точку в самой жестокой и кровопролитной войне в истории человечества. Почему Япония так и не решилась напасть на Советский Союз? Что такое была политика трех дочиста? И откуда в китайской провинции знают наизусть более сотни наших песен? Кыбучая, могучая, никем не победимая. Авторы фильма словно затрагивают какие-то потаенные струны, гармонично подбирая факты из истории. Почему на севере Китая любят русскую петрушку? И кто в России первым попробовал отвар из китайской травы? Чай. Это стоит прочувствовать, как любопытство к тому, что кажется экзотикой, внезапно сменится открытием, как поразительно созвучны две культуры. Традиционные ценности Китая – гуманизм. Это любовь и уважение к родителям. Это добродетель в широком смысле слова. Делай добро, и оно воздастся, как социальная модель реализовывается в сегодняшнем Китае. С 17 века между Россией и Китаем были и горячая дружба, и полное охлаждение. Камни прошлого – это ступени в будущее, говорят в Азии. Насколько прочен сейчас этот фундамент? Можем ли мы опереться на восточного соседа? О государственных и даже личных отношениях – откровенный разговор на самом высоком уровне. Мы не выстраиваем никаких союзов против кого бы то ни было. Вот это принципиальная вещь. Мы не строим никаких блоков замкнутых. Это просто совместная работа государств, которых объединяет общий интерес. Нам нужно укреплять контакты между нашими народами и прежде всего развивать взаимные культурные обмены, чтобы наши народы смогли лучше и глубже познавать национальный характер и духовные искания. В чем секрет китайского экономического чуда, как строят Сяо Кан, общество средней зажиточности, и как трактует сегодня мудрость веков внук Конфуция в 75-м поколении? Уникальные герои, неизвестные факты и широчайшая география съемок. В конце концов, это еще и невероятно красиво. Анастасия Саховская, Вести. Итак, фильм Алексея Денисова «Россия и Китай. Сердце Евразии». Смотрите завтра, 8 мая в 21.00. В Центральном музее Великой Отечественной войны открылась выставка «Они снимали войну». Экспозиция посвящена фронтовым операторам, которые не только прошли войну, но и донесли память о ней потомкам. Посетители выставки смогут узнать, как снимали хронику, как показывали фильмы в условиях войны. Также в музее представлена кинотехника, которая в буквальном смысле слова побывала на полях сражений. Они рисковали жизнью вместе с солдатами, шедшими в атаку. И несли такие же потери. Это была смертельно опасная работа. И, конечно, мы должны воздать им долг памяти, потому что я глубоко убежден, что труд каждого из них был не менее ценным, чем подвиг летчика-истребителя или снайпера. А, наверное, больше. Готовятся к параду победы и на Северном флоте. На прямую связь из Североморска выходит наш корреспондент Николай Васильев. Коля, здравствуй. Какие особенности парада в Североморске? Какие особенности генеральной репетиции? Здравствуй, Николай. Главная особенность Североморского парада это в том, что вот здесь пока еще, несмотря на то, что май месяц, здесь еще на сопках лежит снег. И на Приморской площади, где и проходит сухопутная часть парада, вы сейчас можете, наверное, видеть картинку проходившей только что генеральной репетиции. То есть моряки Северного флота проходят между сопками, на которых до сих пор лежит снег. Такое очень живописное место. В центре площади памятник героям-североморцам, защитившим советское Заполярье. Парад здесь состоит из двух частей. Вот сначала сухопутная, которая сказала, когда 500 человек, в том числе моряки Северного флота и кадеты классов школ Североморска проходят по центральной площади города. А потом, вот в эти минуты сейчас начинается именно эта часть, морская, водная часть, когда командующий флотом будет принимать построение судов. Десяти кораблей Северного флота. Это подводные лодки, сторожевые корабли. Ну и, наверное, главное украшение, это только что вошедший в состав Северного флота атомная подводная лодка Владимир Мономах и большой атомный ракетный крейсер Петр Великий, которые в самом финале будут приветствовать командующего флотом, после чего в небе над Североморском появятся 11 вертолетов и самолетов, которые завершат таким образом парад. Правда, сегодня этой части не будет, но 9 мая воздушная часть обязательно состоится. И надо сказать, что телеканалы ВГТРК покажут все эти три части Североморского парада в прямом мире. Для этого здесь огромная бригада, работают режиссеры, инженеры, которые обеспечивают и спутниковую связь, и режиссерскую работу, чтобы самым красивым образом показать парад столицы Северного флота 9 мая. Николай. Спасибо. На прямой связи из Североморска был наш корреспондент Николай Васильев. Боевые самолеты, участвовавшие в генеральной репетиции парада в Москве, в эти минуты возвращаются на свои базы на столичных аэродромах. В ближайшее время они туда прилетят, в Кубинке. Их встречает наш корреспондент Дмитрий Петров. Сейчас он на прямой связи. Дмитрий, как, уже прилетели истребители ли они еще на горизонте? Здравствуйте, Николай. Ну вот в ближайшее мгновение участники воздушной части парада, те, кто завершил свой пролет, должны появиться в небе над Кубинкой. Но вот пока я смотрю, что горизонт чист. Сегодня здесь все проходит точно так, как и пройдет в День Победы 9 мая. Праздничный парадный график соблюдается с точностью до минуты. Подмосковный аэродром Кубинка отправляет на парад Победы более 50 боевых машин. Это пилотажные группы русские «Витязи» и «Стрижи», которые только что прошли над Красной площадью в составе ромба из 9 машин. И здесь же базируется вся вертолетная группа. Ну а всего в воздушной части парада участвуют 143 экипажа самолетов и вертолетов. Все это боевые машины из действующих частей армейской и оперативно-тактической авиации. И, конечно, в небе над Москвой можно будет увидеть наши грозные стратегические ракетоносцы Ту-95, МС и Ту-160. А воздушные танкеры Ил-78, пролетая примерно на высоте 200 метров, сымитируют дозаправку в воздухе. Отдельными группами летят перехватчики МиГ-31, которые составляют основу наших средств противовоздушной обороны. И новейшие многоцелевые, многофункциональные сверхманевренные истребители Су-35. Они, кстати, впервые участвуют в параде. Всего самолеты летят с 12 российских аэродромов. Но в небе над столицей каждая группа занимает свое, отведенное только ей место, строго соблюдая дистанцию и скорость общего строя. И это результат, конечно же, многодневных тренировок и показатель класса летчиков. Ну а чтобы воздушному строю никто не помешал, небо над столицей на это время на 50 минут будет закрыто для полетов гражданской авиации. Разрешены только транзитные пролеты на высоте от 9 до 11 тысяч метров. И об этом все авиакомпании и аэропорты Москвы были предупреждены заранее. И точно такой же порядок будет действовать 9 мая. Ну вот мы ждем возвращения первых участников воздушной части парада. Николай. Дмитрий, спасибо. На прямой связи с аэродрома Кубинка был наш корреспондент Дмитрий Петров. Фронтовая работа, ставшая судьбой во время войны. Евгений Ельшов по воле случая стал корреспондентом боевого листка, воевал на передовой, а потом писал о подвигах своих товарищей. А уже после победы журналистские навыки привели его в заграничный корпункт, где он провел три десятка лет. О человеке, много повидавшем на своем веку. Татьяна Проскурякова. Фотоальбом Евгения Ельшова словно страницы «Атлас». Аргентина, Боливия, Уругвай. Интервью с Фиделем Кастро, памятная встреча с Чи Геварой. Посылали меня в горячие точки. Переворот военный в Перу, меня послали туда. Переворот на Панаме, меня туда послали. В Чили были неспокойно, меня, значит, туда. И я вот, как бы, говорят, ну он же фронтовик, ну что ему, подумаешь, что, ну постреляют. Почти 30 лет Евгений Николаевич проработал корреспондентом ТАСС в Латинской Америке. Но в журналистику он пришел случайно. В годы Великой Отечественной ему пришлось взять в руки не только автомат, но и карандаш с блокнотом. До призыва на фронт Евгений Ельшов еще школьником успел поработать корректором в типографии. Об этом знали в штабе и предложили солдату писать во фронтовую газету. Когда вот справа друг, слева там друг, сходили в атаку, а их нет уже. Да, вот мне повезло, а вот их нет. Да, вот я писал об этом. Ельшов служил на передовой. Северо-западный, Ленинградский, Прибалтийский фронт перенес два ранения. Закончил войну под Кёнигсбергом, имея медаль за отвагу и орден Красной Звезды. Писал военкор о друзьях и настроениях перед атакой о неожиданной встрече с врагом в окопе. Он мог выстрелить, но не стрелил. И я не стрелял. Почему-то не стрелял. Он такой был, такой был жалкий, этот немчик. Может, он даже моложе меня был. И я его в плен взял. До сих пор в мельчайших подробностях помнит Евгений Николаевич бои за освобождение Латвии. Сегодня, наблюдая за сквернением памятников советским воинам, националистическими маршами в Прибалтике, попытками переписать историю войны, он не скрывает своей обиды и горечи. Мы освобождали Ригу и нашему полку присвоили звание Рижского. Так вот, Рига красивый город. И мы, чтобы сохранить ее городской облик весь, мы артиллерии не пускали в ход. А вот путем, потери свои, да, пехотой брали, так сказать, чтобы не стрелять по их архитектурным всяким. Вот это надо было бы оценить. Воспоминания о войне публицист подробно описал в своих статьях и книгах, чтобы память о великой победе советской армии над фашизмом сохранилась не только в редких фронтовых фотографиях. Татьяна Проскурюкова, Юлия Алексеенко, Александр Антонов, Вести. Прямо сейчас мы продолжаем получать кадры в режиме прямого эфира из центра Москвы, где за время нашего выпуска завершилась основная часть генеральной репетиции Парада Победы. Сейчас на Красной площади уже отдыхающие, но в центре Москвы вдоль всего маршрута следования боевой техники. Сегодня тысячи людей. Репетиция Парада Победы немногим отличается от самого парада. И 9 мая во всей красе это сможет увидеть вся страна. И сегодня вечером мы продолжаем показ второго сезона телесериала «Истребители». Героическая военная драма о мужской дружбе, настоящей любви и невольном предательстве. В небе 44-го. Бок о бок громят фашистов и советские, и французские асы. Наравне с мужчинами, не делая себе скидок, принимают бой отважные лётчицы. Две новые серии в 21.00 после программы «Вести». К этому часу всё. Развитие событий и новые репортажи в следующих выпусках «Вестей» на канале «Россия». До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok По данным Гидрометцентра России, на юге Дальнего Востока дожди начнутся в Приморье, и там станет прохладнее. Чем ближе к Байкалу, тем осадков меньше в Чите, плюс 11. В центре и на юге Красноярского края дожди лишь местами и потеплеет до плюс 16. На юге Западной Сибири все 25. Короткие дожди с грозами. А ближе к Уралу дожди ветер сильнее, причём ветер севернее, поэтому на юге Тюменской области около 15. На Урале лишь около 10. На севере в большинстве районов и в центре европейской территории опять солнечно и днём тепло. Тепло и на северо-западе, но там короткие дожди. На Волге дожди тоже пройдут, воздух здесь прохладнее. На юге дождей уже меньше и сразу станет теплее до плюс 20. В Санкт-Петербурге днём 15-17, короткие дожди. В Москве без осадков и до плюс 19. До встречи.